Привет, друзья! Порой на футбольном поле происходят события, сценарий которых мало в чем уступает бразильским сериалам. Смех, слезы, красивые девушки и даже судья с пистолетом. Все это ждет вас именно сейчас. Так что усаживайтесь поудобнее и поехали! Удивительный случай произошел в матче любительских команд из 4-го дивизиона Нидерландов. В ходе своей атаки гости сумели переправить мяч ворота хозяев при помощи арбитра. Нет, он не подслуживал им и не назначал несправедливые пенальти. Виной всему стал банальный рикошет. После прострела с фланга Круглый попал в штангу. От нее в арбитра и залетел в ворота. Конечно, хозяева поля долго апеллировали к бомбардиру со свистком, но убедить его отменить гол так и не смогли. Похожий случай произошел и в любительской футбольной лиге Дагестана. После того, как судья матча назначил пенальти в ворота одной из команд, он, как обычно, занял позицию в стороне, чтобы контролировать пробитие 11-метрового. Но случилось так, что вратарь отразил удар, мяч отлетел в голову арбитру, а от него в ворота. Гол был засчитан. При этом пропустившая команда особо не предъявляла претензий суде по этому поводу. Но вот их соперники поступили некрасиво и могли бы попросить перебить пенальти или отменить гол. Вы согласны со мной, друзья? Нет, это вовсе не Криштиану Роналду вернулся в Реал. Просто один из больших фанатов португальца выбежал в форме мадридцев на поле и посчитал, что его точно не смогут отличить от звездного нападающего. Но пообщавшись немного с Каримом Бензема и другими игроками сливочных, а также арбитром матча, он все же понял, что его план раскрыт и неохотно покинул поле. Но иногда с футбольными судьями связаны и довольно положительные моменты. Вот и в матче голландских Витеса и Твенте в игровом эпизоде столкнулись игроки команд. На пути одного из них также оказался и судья этой встречи, после чего все трое оказались на газоне. Поднявшись, игрок Витеса вытянул из кармана арбитра желтую карточку, демонстративно предъявил ему ее заблокировку. Затем участники эпизода пожали друг другу руки и продолжили игру. Но откровенно чудить на поле могут не только футболисты и судьи. В нашем случае отметились медицинские сотрудники одного из греческих клубов. В матче местного чемпионата игрок получил травму и не мог самостоятельно покинуть пределы поля. Конечно, на помощь к нему с носилками пришли медики. Уровень профессионализма этих парней вы можете оценить сами, ведь несколько раз уронить больного, да еще и упасть на него сверху, это нужно уметь. Хотя, возможно, они просто работали в команде соперника и таким образом хотели лишить его важного игрока. Что скажете? А вот этот парень вовремя решил, что лучше покинуть поле на своей одной ноге, чем с двумя такими помощниками. В матче Африканской лиги чемпионов между тунисским и суданским клубами один из игроков-гостей получил повреждение. На поле пригласили бравых медиков с носилками. Что было дальше, вы видите сами. Но после такой помощи травмированный футболист решил покинуть поле самостоятельно. Фернандо Коломбо Бывшая бразильская модель, которая в настоящее время является арбитром FIFA. В матче всех звезд чемпионата Эквадора после нарушения правила судья потянулась за желтой карточкой, но вместо нее достала носовой платок и вытерла им под солба. Да, такого троллинга от эффектной блондинки точно никто не ожидал. Ну, думаю, после ее милой улыбки на нее точно никто не обижался. А как насчет лайков, друзья? Ведь Фернандо их точно заслужило. Ну вот у суровых мужчин все должно быть по правилам. Вот и после того, как Эдин Санковани забил гол в ворота Монпелье и стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ, он снял футболку и помчался праздновать это событие с фанатами. После этого к уругвайскому бомбардиру подошел арбитр матча, который поздравил его с успехом и показал желтую карточку за нарушение правил. После того, как в матче любительской лиги Бразилии судья назначил пенальти в ворота одной из команд, на него набросился игрок, совершивший нарушение, и ударил по лицу. Арбитр не стал ввязываться в драку, а подошел к своей сумке, откуда достал пистолет и наручники. Как оказалось, он работает полицейским и просто собирался арестовать правонарушителя. Но увидев оружие, футболист не стал ожидать возмездия, а покинул футбольное поле, попросту перепрыгнув через забор. А на сегодня это все, друзья. Вот такие удивительные и комичные вещи иногда происходят на футбольном поле. Надеюсь, вам понравилось это видео, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорого!